30 лет назад, 14 августа 1992 года, Борис Ельцин подписал указ о введении ваучерной приватизации в России. С тех пор 1992 год вошел в историю как год, когда афера века сошла с рук властям, а народное достояние прошло сквозь пальцы населения. О том, как в итоге появился класс буржуазии, в котором, как на танке, Ельцин вкатился в свой 96-й, и какие документы подтверждают грабительский характер приватизации, вспоминался накануне ТВ экономист Валентин Катасонов. По сути дела, это было ограбление народа. Это было ограбление народа, и формально все это как бы было обставлено, что это в интересах государства, потому что ведь приватизационные сделки, об этом мало кто вспоминает, они не были просто договором купли-продажи. Потому что ведь чем обосновывали приватизацию, что, мол, частный хозяин, он более эффективно будет управлять полученными активами. Мол, значит, государства не способны эффективно управлять экономикой, отдельными предприятиями. Вот, ну и эти сделки, они сопровождались определенными обязательствами. вложить такие-то средства, скажем, модернизацию производства, расширение и так далее, и так далее. Я, вы знаете, где-то в 2007 году получил доклад счетной палаты. Тогда, по-моему, руководителем счетной палаты был Степашин. Они провели, значит, все-таки такой обширный аудит, если так можно выразиться, результатов приватизации. В общем, они, да, они даже не секретили этот доклад. Я не знаю, почему этот доклад не знаком широким массам трудящихся. Но я его полистал. В общем, 99% приватизационных сделок были проведены с грубейшими нарушениями. Ну, в частности, не были выполнены те условия, которые были прописаны в этих сделках по инвестициям. Вот, ну, там еще, конечно, были другие нарушения. Нарушения, связанные с ценами, суммами сделок. Цены и суммы были занижены на порядок или даже на порядке. Вот, ну, рекомендация была примерно такая. Мы не за отмену результатов приватизации, а мы за то, чтобы, значит, были исправлены эти нарушения. А, естественно, рецепиентами активов, то есть нашими российскими олигархами. На самом деле, почему-то этот доклад не получил никакого, будем так говорить, резонанса не было со стороны правоохранительных органов, со стороны прокуратуры, Следственного комитета. То есть решили как-то это запрятать под сукно. Но это невозможно запрятать. Все равно рано или поздно все это выстроили, все это выльется. Вот, так что, ну, я сказал банальные вещи, наверное, потому что просите любого человека на улице, но скажут, что приватизация была незаконная, с грубейшими нарушениями, что это было ограбление. Ну, я единственное, что базирую вот такие вот ощущения наших граждан на докладе счетной палаты. По-моему, доклад был в 2007 году. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте. Продолжение следует... Продолжение следует...